Жители малоэтажек на улице Веры Инбер всерьёз опасаются за судьбу своих жилищ. Они утверждают, что новострой, обступивший их старые дома, стали причиной массовых облзней и разрушений. Вот это всё разрушение, потому что дом тянет в ту сторону и расслаивается полностью. Потолок осыпался, крыша. Крышу сами тоже крементировали, никто нам не помогал. Один из старожил Александр вспоминает. Вначале рядом с их домом появилась одна многоэтажка, закрывшая вид на море. Затем комплекс «Лонжерон», который вначале позиционировался как пятиэтажное здание, а затем поправился до 20-этажной махины с пристройкой. И теперь оползни в этом районе – главная, но не единственная проблема. Получилась труба, как бы динамическая, и у нас задувает АГВ, куда городостроительство смотрит, почему даёт такие разрешения. Непонятно. Наш дом не ремонтируют и не хотят. Денежки им дают. Да. К сожалению, случаи Александра не единичны. Достаточно немножко прогуляться по прибрежной зоне, для того, чтобы понять, сколько новостроев появилось здесь сравнительно недавно. Засилие многоэтажек пагубно сказывается не только с эстетической стороны, закрывает морской пейзаж, но и оказывает разрушительное действие на экологию. Эксперты говорят, что с таким размахом строек в прибрежной зоне славы туристического центра Одессе не сыскать. Туризм – это прежде всего чистый воздух. Чистый воздух, который даёт море, чистый воздух, который даёт деревья, кустарники, травы. И огромное количество всевозможных организмов, которые составляют единую цепь биоцинетическую в этой приморской зоне. Экология экологии, но и с практической стороны такое нагромождение многоэтажек не нашло отклика. Многие дома не заселены даже на треть. А небольшой мониторинг элитной недвижимости показал, что владельцы в спешном порядке стараются избавиться от своих вложений. Да и в основном владеют такой недвижимостью не одесситы. В любом доме ВИП можно поделить 50 на 50. То есть 50 – это наши одесситы, и 50 – это приезжие, в том числе и иностранцы. Как показал наш мониторинг многоэтажных приморского района, нынешнее положение дел невыгодно ни соседям, ни экологам, ни самим жильцам. Так тоже в наваре, как говорят в Одессе. Ответ очевиден, особенно когда здания, которые изначально планировались как пятиэтажные строения, превращаются в 18-этажки. Всеволод Анань, Евгений Ичменцев, Домская ТВ.